всем привет друзья 4 января вторник я максим журавлев канал про деньги и рынки напишите пожалуйста в комментариях из чистого любопытства вы продолжаете отдыхать либо уже работаете и вам надоели вот эти выходные дни приступили уже к своим профессиональным обязанностям и так в этом обзоре давайте больше внимания уделим рынку нефти тем более сегодня 4 января состоится первое в этом году заседание опек плюс на котором вероятно будет принято решение по увеличению добычи нефти еще на плюс 400 тысяч баррелей в сутки есть и другая информация не менее важная а по рынку нефти и в конце этого обзора я дам короткую информацию которая поможет нам ответить на вопрос какая валюта в этом году будет наиболее сильнее да то есть доллар или евро у какой валюты потенциал роста будет больше и выше как обычно обо всем по порядку поехали и так уже она что первый торговый день как и на американская так и на российской торговой площадке был позитивным в зеленом цвете практически все торговались основные бумаги если мы говорим про американский рынок то в основном ростом отметились компания apple капитализация которая впервые в истории это на самая дорогая компания мире превысила 3 триллиона долларов сша об этом конечно же уже растиражировали все средства массой информации эту новость компания тесла тоже более 13 процентов роста в моменте но по тесла есть новость о том что квартальные поставки электрокаров превзошли ожидания экспертов это еще данные за прошлый год но и плюс я напомню о том что илон маска в прошлом году активно продавал бумаги компании тесла но в основном то он продавал по причине изменения налогового законодательства в сша я напомню что там вся эта тема сейчас меняется и наиболее богатые сказать американцы руководители основатели крупнейших американских компаний они подвергаются огромному налогообложению так вот для того чтобы каким-то образом снизить налоговое бремя они просто-напросто избавляются от своих акций это касается не только на тесла это касается и apple и microsoft и ряд других крупных компаний что у нас еще но вообще до рынок у нас в зеленом цвете помимо акции apple и тесла у нас неплохо выглядит компания amazon по итогам торгового дня банковский сектор у нас неплохо прибавил вэлс фарга джип и морган bank of america но немного у нас замедлился сектор здравоохранения и фармацевтики но это чисто такая знаете коррекционная фаза и обращаю внимание что компании которые буквально несколько дней до конца прошлого года даже несколько недель были в приоритете такие компании пока проктор энд гэмбл волмарт и другие компании которые в основном представлены в потребительском секторе друзья по поводу компании apple конечно же многое говорится про эту компанию они только любят в мире apple в качестве как продукции да то есть видеофонов компьютеров планшетов и другой техники но и сами акции тоже всегда пользуются спросом если мы говорим про инвестирование так вот есть определенные факторы роста данной компании в перспективе то есть эксперты из разных инвест домов предрекает дальнейший рост котировок apple конечно же речь идет не про ближайшую перспективу а речь идет на более долгосрочную перспективу 234 может быть даже 10 лет вперед и основными факторами роста будут первое это гарнитуры то есть создание гарнитур для виртуальной реальности как мы сами понимаем в последнее время вот тренд пошел на развитие так называемой виртуальной реальности это новое направление в инновационных и эти технологиях но и плюс ко всему конечно еще электромобили то есть мы сами не только про тесла говорим если ряд других компаний но кстати из традиционной автомобилей промышленности такие как бмв volvo и другие автогиганты они ведь тоже по сути переходит на электрокары но и apple также точно работает над этим проектом поэтому в перспективе инвесторы думают что да за этим все-таки будущее но я думаю что и мы не будем этого исключать и при этом получается что компания apple в индексе s&p 500 на сегодняшний момент имеет 7 процентов то есть если а сильно будет изменяться котировка компании apple то она может сильно изменить и сам индекс s&p 500 на это друзья стоит обратить внимание опять-таки конечно нужно и поговорить про риски а какие риски для компании apple могут быть но во первых это регулирование деятельности компании например в китае например в индии мы знаем что две этих азиатских страны в прошлом году несколько раз инициировали некоторое такое регулирование на своей территории да и вообще вот если даже мозгами пораскинуть представьте что другие крупные эти гиганты работают в том же направлении также за это новые гаджеты смартфоны также работают над виртуальной реальностью и мало верят на них что позволят компании apple монополизировать рынок во всем мире да то есть это скорее всего не получится исходя из этого конкуренция на этом рынке конечно же будет и первый конкурент в части на вот эту виртуальной реальности это компания мета это бывшая компания facebook марк цукенберг активно работает над развитием новых технологий он разрабатывает и так называемой гарнитуры то есть вот эти вот очки перчатки которые могут имитировать реальности виртуальную безусловно и вот за этим тоже будущее и вот в этом плане конечно конкуренция может быть поэтому полностью полагаться на то что apple станет единственным единственным представителем на данном рынке конечно же не приходится говорить поедем дальше что касается российского рынка то индекс мосбиржи тоже у нас неплохо себя чувствовал по итогам и рашних торгов конечно активность была может быть не такая мощная может быть объемы не такие большие поскольку все-таки еще тонкий рынок большинство трейдеров инвесторов еще скорее всего отдыхают рубль у нас немного укрепился на 0 18 процентов и закрылся на может на мосбиржи на отметке 74 рубля 54 копейки за доллар но при этом нефть у нас выросла более чем на процент и торгуется на уровне 78 79 долларов за баррель нефти марки brent но оттуда и рубль кстати говоря тоже укрепился что касается нефти поскольку нефть это как бы основа до для энергетического рынка глобального но и от рынка нефти конечно же безусловно влияет и курс национальной валюты давайте эту тем более подробно разберем и так нефть растет у нас первые дни 2022 года на ожиданиях что в этом году вы уже в текущем 2022 году ожидается увеличение спроса на нефть вот уже состоялся на технический комитет то есть заседание техкомитета бег плюс на котором проговаривается текущая ситуация то есть делается сказать оценка происходящего и некоторые рекомендации на уже более расширенное заседание выносится так вот значит вот этот техкомитет изменил прогноз по профициту на рынку на рынке нефти если быть более детализировано то в 2022 году ожидается профицит 1 и 4 миллиона баррелей в сутки и может этот профицит вырасти до уровня 1 и 8 миллиона баррелей в сутки и это на 25 процентов меньше чем планировали месяц назад то есть это достаточно существенный пересмотр прогнозов 25 процентов это не 5 процентов поэтому конечно вот такие прогнозы такая информация безусловно рынком была воспринята как оптимистичная да то есть на будущее спрос вырастет на 3 и 8 тире 4 2 миллиона баррелей в сутки это два по сути базовых сценария один более оптимистичный 4 2 миллиона другой менее оптимистично но в любом случае опек плюс ожидает что совокупный спрос в текущем году может достигать 100 миллионов баррелей в сутки даже превышать эту отметку а это на минуточку на спрос до пандемический да то есть до того уровня как а пандемия взяла свое 2020 двадцатом году поэтому это на серьезно тоже позитив для рынка нефти но и еще одна такая узнаете чисто организационная новость с августа в этом году генеральный секретарь сменится в опек им станет хайтам аль гайз это представитель кувейта на он сменит на этом посту мохаммеда баркинда который до июля месяца будет работать секретарем и затем покинет этот пост самом деле генеральный секретарь опек плюс он не может формировать политику опек по поводу добычи и увеличения либо сокращения добычи нефти нет по сути дело это официальный представитель альянса на каких-то переговорах это по сути дипломат но и более того основная функция генерального секретаря опек это урегулирование споров внутри самого альянса помните еще даже в прошлом году был конфликт между саудовская аравия и объединены арабскими эмиратами по поводу увеличения добычи нефти и пересмотра квот по добыче нефти так вот вот эта вся работа она конечно будет на плечах нового генерального секретаря хайтама альга из но и при этом и как отмечается что данные искать человек он данный менеджер он и отлично разбирается в вопросах нефтяного рынка он работал на разных постах даже в разных государствах и очень прекрасно понимать всю эту конъюнктуру я думаю что с приходом нового человека в альянс конечно же возможно какие-то могут быть изменения но в любом случае но и это еще не вся информация по рынку нефти дело в том что по тем же прогнозам от опек значит в странах организации экономического сотрудничества и развития о эссер так называемая в текущем во втором году останутся запасы ниже среднего показателя за период 15-19 год я напомню что именно вот эти показатели являются сказать эталонами то есть о них от них отталкиваются в принятии решений в опек и так вот вот эти показатели будут ниже чем предыдущий период а это означает что опек более смело будет постепенно наращивать добычу нефти это во-первых ну и во-вторых оттуда предположение что спрос на нефть но по сути также будет только лишь подрастать и для того чтобы эти запасы восполнить вот этими странами они конечно будут больше покупать а нефти на открытом рынке но и в первом полугодии текущего года альянс ожидает высвобождение и стратегических запасов крайне мере из сша а порядка 40 миллионов баррелей а уже в третьем квартале вот этого года обратно стратегический резерв будет пополнять свои запасы на объем 13 и 3 миллиона баррелей то есть это знаете такая тема которая тоже формально может даже поддержать рынок нефти то здесь никаких страшилок и нет а помните мы с вами говорили что америка не может высвободить 50 миллионов баррелей на рынок нефти что может ударить по рынку нефти но вот они это все просчитали все посмотрели и в общем то уже все об этом знают если чего другого не произойдет то это не является каким-то каким-то негативом для рынка нефти так но и еще дополнительный импульс для рынка нефти это ливия ливия по сути она является членом опек но она освобождена от каких-либо обязательств из-за того что в этом государстве продолжается дележка то есть там два по сути клана между собой борется одни контролируют нефтедобычу другие контролируют перекачку и транспортировку то есть трубопровод так вот ополченцы повредили значит месторождение шарара это крупнейшая значит месторождение на севере африки африканского континента и сейчас ливия в совокупно добывает примерно 700 тысяч баррелей в сутки хотя у нее потенциал более полутора миллионов фактически в два раза не не добывает нефти сколько могла бы и вот по сути сейчас идет сокращение на 200 тысяч баррелей в сутки и конечно же это дополнительно еще подогревает рынок нефти и кстати давайте сюда еще и добавим нигерию до нигерию и анголу два этих государства является членами опек и мы буквально еще в прошлом году вот относительно недавно в декабре обсуждали новость о том что два этих государства не могут увеличить добычу нефти поскольку не хватает мощностей не хватает денег короче говоря подведя общий итог по всему вышесказанному мы можем с вами предполагать что конечно сейчас обычае настроение на рынке нефти преобладает конечно мы не говорим о том что нефть начнет расти вот прямо сегодняшнего дня и безостановочно конечно есть и другие новости и неожиданные факторы и не будем забывать про вопросы здравоохранения так называемый омикрон кстати по омикрону опека заявил что особо не переживает из-за этого нового штамма вроде все нормально но да подумаешь болеет но вроде бы и выздоравливают и вроде вакцины успешно справляется со своей задачей короче говоря здесь вроде бы все пока нормально но и все-таки до любые какие-то провокации возможно какие-то столкновения опять теракты не дай бог что-то еще как не там санкции и тому подобное то есть рынок нефти это знать достаточно волатильная тема но фундаментально сейчас все смотрят к тому что нефть будет расти и сейчас мы на графике посмотрим какой же будет импульс на дальнейший рост что касается угля ведь уголь это тоже существенный на данный момент значит энергетический ресурс как мне крути есть разный уголь но мы сейчас говорим про именно энергетический уголь которые используются электростанциями короче индонезия это крупнейший экспортер энергетического угля вот то вы видите вот эту картинку значит монга заявляет о том что в текущем месяце в январе будет сокращать экспорт из-за того что он будет переориентировать этот уголь к себе во внутренний рынок поскольку рука сейчас очень дорогой во первых во вторых электроэнергия стала достаточно тоже дорогой а потребление растет но и для того чтобы хоть как-то удержать вот этот рынок энергетики у себя в стране каким-то образом помочь а вот они решили меньше продавать вовне и больше продавать своим же собственным электростанциям я думаю что это вполне разумное действие вполне разумное решение поддержать собственную экономику но а вот другие страны такие как россия австралия конечно же этим я полагаю воспользуются например если мы говорим про распадскую промечил я думаю что от этого решения они столько выиграют но и конечно же цена на уголь вероятно тоже продолжит свой рост вот из-за того что индонезия пересмотрела свои ближайшие планы так но и друзья по поводу значит евро и доллара ецб это европейский центральный банк в частности недавно заявил что только лишь в начале в 2023 году то есть это еще через год я планирую повышать процентные ставки и только к концу 2022 года планируют завершать покупки активов вот то что сейчас делает фрс они вероятно уже в марте завершат эту программу выкупа активов и в этом году вероятно будут поднимать и может быть даже не один раз процентные ставки а вот ецб еще только через год к этому подойдет оттуда вывод что если процентную ставку в сша поднимут выше и не один раз разумеется это будет поддерживать доллар а евро наоборот покатится вниз но по крайней мере фундаментально это так предполагается исходя из этого если мы даже посмотрим валютную пару доллар рубль или евро рубль даже по этому поводу скорее всего доллар будет выглядеть более сказать привлекательнее чем и евро вот такие вот можно сделать выводы но давайте коротко посмотрим графики но вот нефть сейчас торгуется на уровне 78 , 96 это азиатские торги конечно рынок тонкие объемы небольшие что касается валютной пары доллар рубль тоже на момент записи обзора но фактически стоим на месте но вероятно некоторая перспектива к локальному укреплению она присутствует опять-таки локальное укрепление здесь еще очень много других факторов помимо рынка нефти и такими факторами является геополитика и риски 12 числа состоятся переговоры между представителями стран нато в частности сша и россии этот вопрос еще все еще открыт поэтому тут очень много моментов могут быть негативных да и там в сенате на предлагает очередной раз голосовать за введение дополнительных санкций против северного потока 2 поэтому я думаю здесь еще эта тема будет отыграна но так или иначе валютная пара доллар рубль торгуется на отметке в минимум семьдесят три с половиной с перспективой локального до дальнейшего движения вверх но здесь все-таки поддержку от определенную поддержку рублю будет оказывать рынок нефти о чем мы только с вами поговорили то есть рубль по идее он вроде как оценивается более слабо по отношению к доллару в текущей ситуации из-за рисков геополитических из-за повышения ужесточения денежно-кредитной политики в сша но нефти будет поддерживать рубль поэтому если и будет падение рубля то она будет скорее плавным до таким постепенным возможно через какие-то просадки да но тем не менее будет вот такой коридор нижняя граница 70 максимум 80 знаете такая более смелое представление но опять-таки если ничего серьезного не произойдет но и по рынку нефти еще если мы с вами пробьем уровень 85 86 долларов за баррель нефть марки бренд это то будет серьезный импульс и там вероятно котировки пойдут на 100 долларов за баррель за этим еще следим но обращая внимание что мы отбиваемся от уровня сопротивления сильного которое еще было в прошлом году протестировано очередной раз и мы опять приближаемся к этому уровню поэтому сила рынка достаточно очевидно да поэтому здесь следим за этой историей следим за новостями но а пока что рынок нефти вероятно заряжен именно на рост дальнейшей котировок друзья вот такие вот новости такая информация на утро 4 января как дальше будут развиваться рынки покажет время и собственно сами рынки на этом все спасибо подписывайтесь на канал пока